Добрый день, я продолжаю анализировать французскую защиту вариант Балисалского за белых. И на этот раз мы разберем очень интересную линию, так называемую, я не знаю, этой линии нет, определенное название, но я называю мою линию размена на d4. Собственно, e4, e6, d4, d5, конь c3, конь f6, e5, конь d7, f4, c5, конь f3, конь c6, слон e3, cd, конь d4, и черные нагло все меняют на d4. Слон c5, ферзь d2, нужно заметить, что ферзь d2 это единственный, здесь ход и черные просто меняют на d4, безразлично в каком порядке, может сначала конем, может слоном, и ходит ферзь b6. Что я могу сказать по поводу окончания после ферзь b6, конь b6, конь b5, король e7, либо конь b5, ферзь d4, конь d4, король e7. Одно из них я не помню точно, какое было разобрано в книгах Калифмана, и в общем получилось так, что у меня получилась эта позиция в классику против любителя с рейтингом 1700, у меня тогда рейтинг за 2200 был, я еле выиграл, где-то 70 ходов выиграл это окончание, потому что здесь особого шахматного интеллекта, особого понимания шахмата не нужно, чтобы удержать позицию черных, поскольку они действительно разменяли очень много фигур, и единственное, что у них остается, одна проблема, это их плохой французский слот, но это единственная проблема, потому что больше у них никаких слабостей нет. первое, второе, очень часто черные в таких структурах могут просто зафиксировать королевский фланг путем g6h5 и так далее. Ну, затем я еще несколько партий сыграл в этом варианте, уже не знал, что делать, потому что одни ничьи получаются, когда соперники уже близки к моему уровню или чуть слабее меня. И тут произошло чудо, я зашел на канал Александра Гельмана и посмотрел очередное его видео, обычно у него видео по дебюту были очень некачественные, но в данном контрактном видео он разбирал партию Карлсона, сыгранную еще 2006 году, я ее еще упомянул в этом обзоре, и мне стало ясно, что здесь можно походить ферзь d2, забавный ход, белые вроде бы отдают две пешки, но это очень эффективное оружие. Ну, сначала разберем, если черный не забирает эти пешки, они получают худший метальшпиль, конь c5 единственный логичный ход, потому что, естественно, в короткую сторону рокироваться особо смысл, не черный готовит длинную рокировку, и после конь c5, 3-0, слон d7, белые просто берут и возвращаются на d4, то есть они препятствуют ходу конь a4 с дальнейшими разменами, во-первых, во-вторых, все белые сделали рокировку, теперь они готовы разменить ферзей. Здесь черные играли по-разному, очень часто они переходят в эндшпиль с разбертом ферзей, но время у белых выхрано, они у всех этих вариантов задвихают пешку на h5, но надо заметить, что черные сами пока ферзи на досках, не имеют права ставить пешку на h5, потому что, возможно, это просто ухудшит их позицию. Ну, давайте разберем, ну, четыре разных хода, как минимум, данной позиции, например, вадят c8, король b1 вадят c7, это самая свежая партия, h4, король d8, партии бромберг, лютер, белые пошли по-другому, ну, тут можно было сначала пойти вадя h3, и после король c8, вадя g3, вадя g8, h5, в общем, мы видим, что у черных очень неприятная позиция, то же самое после слон c6, h4 просто, конь d7, ферзи меняются, h5, в общем, конечно, это не выигрыш, это тенджпильд можно вполне защитить черными, но это более неприятная версия по сравнению с мгновенным разменом ферзей, также возможно 3-0, h4, король b8, здесь партия чапаринов корчной последовала dh3, чапаринов выиграл опытного француза, но b4 еще мощнее ход, все дело в том, что после конь a4, конь a4, слон a4, размено на b6, во-первых, тут есть интересный ход b5, а во-вторых, это можно подготовить путем вадя d4, вадя c8, слон d3, сейчас просто если черная слона не уберут, b5 последует, и этот слон a4 останется до конца партии, белый просто проводят атаку на королевском фланге, и выиграл, потом приходится отходить слоном, но тогда b5 следует, его поставят пешку на a4 и просто играют на королевском фланге, в общем ничего удивительного, также ходили здесь a6, h4, 3-0, h5, слон c6, где h3, король c7, ну это немного плотнее, такой размен ферзей, конь e2, и разница с предыдущими партиями, что конь a4, конечно, стоит более активно, ферзи разменялись, конь d4, слон d7, ну тут вадя b3 последовал шаг, король a7, слон d3, к коню приходится отходить, конечно, если черную ударят на d3, во всех этих позициях белые возьмут с удовольствием пешкой c, и черные останутся опять со своим французским слоном, такие позиции очень неприятные играть черными, например, король b6 последовал h11, h3, h3 в партии Валеха, Понс, Савченко, и белые в итоге смогли победить, в общем, мы делаем вывод, что играть конь c5 в данной позиции возможно, но получаются позиции явно сыгрой на два результата, ну а что ж не так, если черную ударят на b2, выйдя b1, ферзи 3, конь b5, ну, кстати, забавно, я так в этом году играл в Рапид против Фингерова из Одессы международного мастера, он почему-то испугался ударить на a2, пошел ферзи 5, но страдать за пешку, конечно, очень плохо, и в итоге я скоро выиграл эту партию, но тем не менее, конечно, нужно, если страдать, то за две пешки, ферзи a2, конь d6, король e7, и вот здесь очень забавно, во-первых, белые, если что-то боятся забыть в подготовке, или их устраивать ничья, они могут ее сделать прямо в данной позиции, ходом ферзи b4, как было сыграно партией Шеров-Бореев 2003 года, в черных единственная защита это a5, конь c8, король d8, ферзи e7, король c8, и у белого, к сожалению, нет ничего лучшего, чем пожертвовать на b7 и дать вечный шаг по полям b5 и c5. Ну, конечно, есть другие два хода, войдя d1, войдя c1, и практика показала, что войдя c1, то самое неприятное, что может быть для черных. Вот тут у них небольшой выбор, ферзь b2 или b6. То есть черные, конечно, должны или пытаться выменять ферзи, или не дать белому королю рокироваться. Поэтому начнут с хода ферзь b2, белые, конечно, своны e2 хотят рокироваться. Как этому помешать? Ну, наверное, самый хороший ход в данной позиции, это ферзь b6, но, тем не менее, атака белых продолжается, c4, конь c5, cd. В принципе, это жертва качества не обязательно, но, по-моему, эффективно. После того, как черные забирают это качество, надо им куда-то отступать королем. Можно на d8 с идеей вскрыть линию f, ну, это не так понятно. Понятно, наверное, король d7 эту пешку не стоит пока отдавать, но подсталкивают. И черные убирают короля, войдет d1. Черные так не могут завершить развитие. Тобто и вся проблема, поэтому атакующие возможности белых еще не исчерпаны. У меня не надо запомнить, что ферзь b6 неплохой ход. Конь e5. Это просто игра без фигуры. И атака белых продолжается, потому что ферзь b4 угрожает. Конь c5. Это было сыграно в партии Звехенцева. Крыщук Звехенцев. 2005 год. 2-0. И тут последовала ошибка. Конь b3. Конь f5. Король d8. Ферзь b4. Енф. И здесь после цены b ферзь e2 партия затянулась. Ну просто-напросто выиграла. Войдет d1. После a6. Войдет f2. Просто атака белых продолжается. Она решающая. Конечно, конь b3 это не сильнейший ход. Но в случае ферзь b6. Белые просто выкарали на h1. И у них атака продолжается. Поэтому. Не знаю. Все-таки ход ферзь b6 мне тут больше нравится. А также возможно выгод d8. Следует тракировка ферзь b6. Король h1 и король f8. Таким образом черные хотят спрятать своего короля. Но увы. Две лишних пешки это ничего. В данной позиции c4 следует. Конь c5. Угрожая кунь b3. Войдя уходит из-под боя. И ферзь c2. Угрожая ферзь h7. g6. Приходится играть ферзь c4. Единственный ход тут за черных f5. Просто поверьте. Иначе их позиция разваливается. Но после этого белого могут сыграть ферзь c3. Переводя ферзя на королевский фланг. И их атака продолжается. Фигуры черных расположены очень плохо. И у них очень много слабостей в лагере. Но также уход g5 есть. С идеей сразу разбить структуру белых. Конечно это идея не глупая. Чтобы ударить на f4. Ударить на e5. Конь cd6. Вынужден будет отойти. 2 0. Ж на f. Вадя f4. Ферзь b6. Шах. Ну тут очень сильный ход белых есть. Вадя f2. Тонкий ход. Конь e5. Конь e4. Проблема черных в том, что после d на e следует шах. Удар на e5. И вадя d1. И здесь все. Позиция черных разваливается. И не успевает закончить развитие. После же вадя g8. Следует конь f6. Вадя g6. Ферзь f4. Конь d7. Конь h7. И атака белых продолжается. Ну поэтому мы делаем вывод. Что ход fb2. У нас слон e2. Наверное fb6. Единственное что интересно. Ну и более прочный ход это b6. С двойной идеей. Первая из которых f5. Размен f5. Вторая слона a6. Размен слонов. Конечно черным. Стоит попытаться разменять слонов. Чтобы уменьшить атакующий потенциал белых. Слон e2. f6. Возможно. Но тогда fb4. Конь c5. 2.0. Атака белых продолжается. Например. Слон d7. Ферзь c3. Ферзь a5. Ферзь g3. Ну так же f5. Есть ход. c3. И вот здесь как раз партия Карлсона была сыграна в этой позиции. Еще несколько партий по переписке. Ну давайте сначала начнем с хода f6. Который более логичен. 2.0. Ферзь c5. Король f1. В этой аф8. Ну тогда следует. b5. Слон f6. c4. Атака белых продолжается. Вот партия Карлсона как раз развивалась путем f5. Ну это наверное решающая ошибка. Потому что тут черные определили пешечную структуру. Их королевский фланг скоро трестит. Потому что белый спокойно делал трекировку. Здесь g4. Слон d7. gf. ff. Я даже полностью партию покажу. Слон f3. Кон g6. c4. d4. Кон b7. Ферзь a3. Ферзь d4. Тут уже хочется сдаться. Ну еще несколько ходов поседовала. Слон e6. a1. Ферзь b3. Ферзь d6. Король f7. Слон d5. Ферзь d5. Король e7. Ферзь d6. Король e8. Ферзь e6. Кон e7. Кон d6. Ну и здесь наконец-то черные имена. Ферзь c5. Праза. Соза. Сдались. Ну. Теперь можно также упомянуть ход. Ферзь c5. Ну это тоже. Как мы увидели. Логично. Наверное. Так. Черным. Вы очень хотели сыграть. Если бы этот тенчпильт был бы защитим. Потому что после c4. d4. Слон f3. Естественно опасно. Для них. Получается такая позиция. Опять таки с атакой. А вот. Ферзь a5. Увы. Вроде бы. У черных. Две лишних. Пешки. Ну. Здесь. Бить. На d5. Опасно. Ввиду. Слон g4. Черные могут. Не развязаться. А. В случае. Конь b6. Войдя. Слон d7. Происходит. Размен на f6. Слон b5. И черные. Да. Пешку потеряют. По-любому. И очень. Тяжело. Технических. Шахматистов. Задача. Вполне. Посильная. Ну. Поэтому. Идем. Вывод. Самый интересный ход. Слон a6. 2. 0. Слон e2. Ферзь e2. Ферзь c5. Король a6. 1. Ну. И тут такая позиция. Возникает. Если мы поставим. На движок. Движок. Тут показывает. Нули. Ну. Естественно. Мне. Кажется. Что. Защита черных. В практической партии. Крайне. Не сложна. Потому что. Белые. Могут. Зайти. Из. С вертикали d. После хода c4. И с вертикали c. И ферзь может. С вертикали h. Зайти. В общем. Защищаться. Это. Дело тонкое. Поэтому. При игре. Равных соперников. Все таки. Ставлю. На то. Что белые. Скорее победят. Чем черные сделают ничью. Конечно же. Компьютер. Тут. Эту ничью. Скорее всего. Удержит. Да. Разнообразие. Сейчас. Ну во первых. H5. Не самый сильный ход. Потому что. С-4. Д-4. Ферзь. Ф-3. Г-6. Вроде. Д-1. И белые. Продолжают. Давить. Самый сильный ход. С-6. А здесь белые. Здесь бyllые. Могут сыграть. Как по рекомендации. Неги. С-4. Д-4. Ф-4. Веги. Ф-4. Ф-4. Войди. Ничего при идеальной игре. g6, c4, d4, конь e4, ферзь c6, где fe1 и атака продолжается, поэтому черные вынуждены будут отдать пешку h7, где g8, ферзь h4 и h5. Белый c4, игра d4, ферзь h5. Ну забавно, что такая позиция, вроде бы кажется, что уже вот-вот она развалится, тем не менее черную ее удерживают. Сейчас покажу длинный форсированный вариант. Вадя f8, вадя f e1, удар на e5, конь e4, хороший ход, иначе черные возьмут на e5 еще раз. Ферзь c7, ферзь g5, король e8, c5, b на c, конь c5, конь c5, вадя e5, ферзь e7, ферзь g4, вадя f5, удар на e5, король f7, f5, вадя b8. Мы здесь черные пожертвовали весь материал, и эту позицию вполне вероятно, что они легко защитят. Ну это сильно далеко зашел. Конечно, в практической партии, если даже черные анализировали примерно до вот этой позиции, белые могут сыграть очень по-разному. Тут c4, вадя d1, вадя f3 ходы есть. В общем, все ходы сразу не проанализируешь. Каких-то явных стоек нет, за черных, защитных, универсальных. Поэтому в практической партии эту позицию чертами очень сложно играть, и поэтому на нее, скорее всего, и больше не идут. Ну, поэтому на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был MVP.